Пятерку в правительстве поставили лишь двум районам. Оценивали темпы реформирования жилищно-коммунальной сферы. Отличились Доволенский и Чистоозерный. Другие территории пока не блещут. Для того, чтобы сделать предприятия ЖКХ эффективными, разработали систему рекомендаций и меры финансовой поддержки из бюджета. Но оказалось, что только две территории добросовестно следуют программе реформ. В основном же районы выполняют предписания частично. Например, устанавливают камеры на складах с углем для контроля расхода. Зато тарифные вопросы трактуют весьма вольно. Отсутствует раздельный учет по видам услуг на всех коммунальных предприятиях, за исключением Чистоозерного района. Повсеместно наблюдается превышение коммунальными предприятиями плановых статей расхода в структуре тарифа, утвержденных департаментом по тарифам по оплате труда и, как следствие, по налогам, а также по материалам и общихозяйственным расходам. По итогам доклада глава региона Андрей Травников не стал останавливаться на негативных моментах. Изменения хоть и медленно, но происходят. Губернатор еще раз напомнил принцип, по которому предприятия ЖКХ получают субсидии и главное, что они не бесконечны. Сегодня мы из областного бюджета вкладываем деньги в модернизацию. Через 3-5 лет предприятие должно выйти полностью на самоокупаемость, на энергообоснованное, экономически обоснованное тарифы. Эта работа продолжится. Просьба активно в ней участвовать.